Вернувшиеся с каникул школьники кое-где получили продолжение выходных. Но радость эта доставляет только тем из них, кто здоров и не болеет гриппом. В нескольких российских городах число заболевших растет очень быстро. Врачи говорят, что это сезонное. И примерно в этот период прогнозировали пик. Тем не менее, призывают не забывать о мерах профилактики. Конечно, если подхватили вирус, сразу обращаться за медицинской помощью. К сожалению, есть летальные случаи. Репортаж Олега Шишкина. Евгений заболел гриппом сразу после новогодних праздников. Высокая температура, кашель, насморк. К врачам обратился, когда во сне стало трудно дышать. Сначала занимался самоглечением. Потом плохо стал дышать, почувствовал ухудшение, не улучшение. И обратился к врачам. Главное отличие гриппа H1N1 в том, что в случае неправильного лечения серьезные осложнения начинаются не через неделю и больше, а буквально на второй день. И вероятность получить, например, пневмонию вырастает в разы. Причем первичные симптомы этого гриппа ничем не отличаются от проявлений обычной простуды. За исключением, пожалуй, высокой температуры она появляется практически сразу. Специфических каких-то признаков не существует. Обычное ОРЗ. То есть течет нос, першит в горле, краснеют глаза, болит голова. И главное повышается температура. Температура может повышаться до высоких цифр, до 39, до 40. И в этой ситуации необходимо всего лишь обратиться к врачу своевременно. О масштабной эпидемии гриппа в стране пока речь не идет. Но что действительно беспокоит медиков, так это то, что 42% от общего числа заболевших заразились гриппом H1N1. Эпидпорог превышен в 13 регионах. Вирус уже и на Дальнем Востоке, Сибири, Поволжье, Кавказе. Под особым контролем ситуация в восьми крупных российских городах. Среди них Саратов, Оренбург, Нижний Новгород и Ставрополь. В Северной Осетии на карантин закрылись все школы, детсады и вузы. По данным Роспотребнадзора, гриппом заболели более 3000 детей в возрасте до 14 лет. 120 из них госпитализировано. Один ребенок находится в критическом состоянии. В Ростовской области тяжелой формой гриппа сейчас болеют более 80 человек. Вирус H1N1 официально подтвержден у 50 из них. Ранее трое уже скончались от пневмонии, вызванной этим вирусом. В Дагестане грипп унес жизни пяти пациентов. Есть смертельные случаи в Ленинградской области, Екатеринбурге, Волгограде, Ханты-Мансийске. Как потом оказалось, никто из погибших не был привит от гриппа. Хотя вакцины, заверяют в Роспотребнадзоре, позволяют перенести H1N1 словно легкую простуду. В группе риска беременные женщины, люди пожилого возраста и больные диабетом. В общем, люди с пониженным иммунитетом. Способы профилактики, говорят в Роспотребнадзоре, такие же, как при любых вирусных заболеваниях. И не забывать про медицинскую маску в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Это мыть руки, это мыть лицо, это промывать носовые ходы, смывая с них слизь и грязь по возвращении домой. Это обрабатывать поверхности и обрабатывать все гаджеты, которых у нас в руках очень много. И пульты, и айпад у нас, и три телефона. Ситуация с гриппом в стране пока далека от критической, заявляют медики. К счастью, на H1N1 хорошо действуют уже существующие антивирусные препараты. И во всех регионах они есть в достаточном количестве.